Приветствую вас, уважаемые гости, зрители и подписчики моего канала. Хочу сделать анонс еще на одно свое хобби, любимое хобби. Это настольные игры. Но перед этим, друзья, хочу вас попросить, что если кому-то не нравится, то просто, когда будут выходить видео по настольным играм, проходите их, если не нравится, как бы не заглядывайте. Я никого не заставляю смотреть. Если не нравится, то не нравится. Но у меня канал посвящен хобби, и название у него такое, все о моих хобби. 80% конечно больше посвящено моделизму и модельной тематике на канале. Но остальные 20% посвящены моим небольшим маленьким увлечениям. И одно из моих таких интересных увлечений, которым я занимаюсь уже с детьми, наверное, с 2008 года, это настольные коллекционные игры. Почему коллекционные? Потому что они сделаны в виде карт. Карточные игры со стратегической направляющей, то есть стратегические игры. Своя стратегия в них, своя тактика. И это доставляет очень много как бы удовольствия. Сейчас наступает зима, мои дети поприезжают на каникулы, ну и мы с ними частенько зимой устраиваем такие баталии в настольные игры. Кто играет в шахматы, тот, наверное, знает, что шахматы это очень увлекательная игра. Но настольные игры, я все-таки думаю, они как-то более интересные, более красочные. Тоже заставляют поработать мозг, потому что неправильная стратегия или неправильный ход во время игры может повлечь к провалу, к полному, к проигрышу. Ну хотя так же и в тех же шахматах. Если неправильно походил, то считай, что тебя разнесли. Вот одна из моих любимых игр World of Tanks Rush примерно представляет из себя вот такие вот карточки. Если кто-то, друзья, заинтересуется, то впоследствии я расскажу, покажу правила игры, как играть, как что делать. Вот в этой игре еще несколько есть дополнений, интересных дополнений. Колоды можно дополнять, играть можно от двух до шести человек. И детям даже, скажу, больше нравится, чем уже компьютерные игры, потому что компьютерные игры уже настолько надоели. Хочется уже вместе посидеть, пообщаться, как-то посидеть с семьей, поиграть. Мои дети как бы даже и друзей приглашают, и друзья умеют играть. И мы устраиваем такие небольшие турнирчики друг с другом. Советую. Если есть, конечно, желание у вас начать играть, то это очень интересно. Тем более это сплочает. Также хочу посоветовать вот такую игру Берсерк. Ну, Берсерк начинает свое начало, наверное, с 2003 года. Я начал в него играть, ну, года с 2008 точно. Тоже очень много карт, много стихий. То есть там стихии леса, горы, болота, степи. Интересные кубики, кости игральные. Игра идет при помощи кубиков. И есть вообще такое крутое издание в мире Берсерка. Это такая большая игра Буря-пустынь. Для чем она хорошо? Вот такая коробочка и такая коробочка. Хорошо для начинающих игроков. В этой коробке даны сразу игровые поля. То есть раньше они приобретались отдельно, а сейчас это все входит в комплект этой коробки. В этой коробке шесть собранных колод. Для начального уровня пойдет даже кручь больше, чем надо. Такие вот красочные карточки. Напоминаю, карты коллекционные. Каждая карта имеет свой номер, свой год выпуска, свою редкость. В наборах есть редкие карты, частые карты, легендарные. Очень большой, очень большой мир игры. Очень много стратегий. У каждой колоды, у каждой расы. Своя стратегия, своя игра. И каждый играет кому чем нравится. Также для берсерков выпускаются вот такие бустеры. Если вы покупаете начальную колоду карт для игры в берсерк, то там простенькая колода, которая вам позволяет начать игру. Но они слабые, как таково. Они слабые и наполняются колоды при помощи вот таких бустеров. Потому что в бустерах очень интересные попадаются редкие карты, дорогие карты. И с разной степенью сложности. Сейчас расскажу и покажу вам про бустеры отдельно. Тоже будет. Сниму дополнение к этой части. Будет в следующем видео. Распаковка бустеров. Так что, друзья, кому интересно, смотрите. Это будет новая тематика на канале про настольные игры. И хочу заранее вас поблагодарить, друзья. Если поддержите мое это начинание, если будете ставить лайки, писать комментарии, то это очень надо для канала. Ваша помощь, ваши комментарии, они просто заставляют работать лучше, работать более качественней. Спасибо вам, друзья. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...